этот мой ролик посвящен дорогам украины вот кстати я выезжаю из львова сейчас я хочу показать какие дороги в украине реальные это довольно такой длинный будет ролик даже больше чем полчаса наверное и все будет записано видеорегистратором сейчас выехал в сторону ивана франковской дальше на яремче вот меня такое и я хотел попасть на гаверла приехали гаверли самая глубинка на самый центр западной украины то есть хочу развеять миф что дороги нормальные сейчас в украине вот что удивительно хотя я помню последний раз здесь ездил до давненько очень-то были дороги никакие то есть за это время дороги построили построили и они просто замечательно может стать и виде что гладенькие все вот этого очень можете посмотреть но здесь в окрестностях любого я щас буду показывать как еще выезжаю я говорю что водители молодцы не лезут нигде не факают как я говорил в прошлом ролике не очень так культурно друг дружки относятся мне это очень понравилось врача чувствуется уже культура вождение это это радует и здорово например на нас каждым годом не только здесь и у нас и везде и в россии во всех республиках со временем со среди со временем все это культура вождение будет меняться и только в лучшую сторону машин все больше как иначе такого бардака не будет вот пожалуйста я выскочил сейчас выскакиваю практически за город и вот в реальное какая дорога и еще самое самое интересное самое главное что я хочу озвучить например в этом ролике представляете я проехал вон я и правда не показывал я проехал всю волынь и потом назад буду но волыни когда я ехал была плохая плохая погода какая-то вся вот как здесь тучи грохотала гремела в том что и шли дожди этому там получилась запись с видеорегистратор но просто никакая то тогда какой думаю смысл мне все это выкладывать аду обратно буду ехать вот я вас познакомлю с дорогами волыни потому что мне пришлось проехать это волынскую область с центром луцк но я в луцк не заезжал львовскую область заехал в луцк я показывал по городу сейчас ивано-франковскую ну и дальше туда в карпаты я не знаю как он еще там область захватывать наверно скорее всего и на фарк может черновицкую область ушел закарпатье я не планировал попадать я такой быстренький трехдневный вот маршрут себе разработал туда-обратно никуда больше что просто на обществе времени хватает там кое-какие вот не могу усадьбу свою ставить надолго и отмечу что никаких знаков нету вот здесь я почувствовал действительно своего рода демократию самый настоящий автомобиль демократию для автомобилей для автомобилистов точнее представляете гоняют как все как бешеные никаких деревни напряжься от километров никаких ограничений как лупили сотку километров в час так и меня обгоняя я еду сотку представляете а меня как стоячего все равно обгоняет правда никто не смотрит на эти вон полосы а полосы да разметка вон даже желтенькая приятно смотрится еще смотри какая-то туча спереди висит я были такая вот погода сюда даже тоже носятся по деревням ой-ой-ой-ой-ой нету не я не пока не встретил ни одного полицейского уже проехал с самого утра вот уже вечер даже и по городу в городе и во львове и ни одного полицейского полица я не увидел ни одного никакого ограничения скорости никаких знаков практически нету это как как непривычно уж у нас например в беларуси бресте на каждом шагу эти видеокамеры понатыкают эти ограничения если ты действительно превышал скорость он это самый комитет как обгоняет на левая полоса сплошная меня как стоячего хотя я еду 80 сейчас километров заметил час на при довольно так быстро и никто не глядит и все несутся это всех радует я спрашиваю как же вы тут не боитесь ничего говорит это нету никого нету никого ездит и при этом я не не встретил это уже заранее ролики когда готовлю ни одного ни одной аварии не было просто напросто не было а вот а виды действительно красивые вы со львова выехал это холмистые такие местности уже пошла довольно развитая инфраструктура полным полно заправок вот и дорога гладенькая 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 просто был поражен отменная дорога и весь этот кусок до ивана франковская ехал сотку не вынимал знаете поливал деревня и деревня но немножко так потормали что резких поворотов и ни одного повторяю полицейской ни одной камеры и никакого знака ограничения скорости очень высокий я обратил поэтому весь этот ролик посвящаю именно дороге и и и строительство идет видите дома вокруг довольно такие нормальные но только что я заметил обочины вот будут обочины где-то обочины не кошено это да это минус ну не знаю со временем я думаю она придет культура вот и никаких продаж дорожников не видел ни разу не попадались мне как у нас постоянно дорожники что-то там стригут там косят и специальная техника ходит которые нет поэтому тут практически нет обочин вот обочин нет тут тротуара тоже практически нету в деревнях ну и не знаю как-то передвигается там велосипедисты или какие-то другая какая-то не не сильно скоростная техника или где-то остановиться потому что бурьян по обочинам шумит но если не обращать внимание найти бурьяны зато дорога замечательно вот видите бурьяны шумят у нас все обочины беларуси просто напросто выкашены как и везде вас это и польша тоже самое на западе но здесь наверно денег просто не хватает пока на того чтобы навести порядок на обочины против бурьян шумит конкретно в некоторых местах сразу плотно к дорожному полотну примыкают кусты просто кусты не обрезанные не обрублены но это все лица ерунда зато качество дороги радует то я думаю все это компенсируется качеством дорога . поливаешь себе топишь моешь и 120 и 140 гнать он я сейчас топчу уже 110 километров видите скорость довольно приличная держусь даже на хвосте и никаких вот никаких проблем даже то же самое делаю как и все украинцы просто напросто сплошную это самое объезжаю если он ехал 80 до приду прибавляю чуть побыстрее потому что хочу доехать до какой-нибудь отеля до какой-нибудь усадьбы переночевать ну что ночью я не собираюсь там по карпатам ездить вот такой у меня план и никого дороги довольно свободны вечером вот смотрите как пусто никого практически нет дорога размалевана смысле разметкой и это тоже так что все эти фейки про то что украине дерьмовые особенно там украине западной еще дороги отвратительные я просто еду наугад я еду прямейшей дорогой какая я не знаю какая там дорога на строй на сколе сюда по той стороне на ужгород уже туда не ехал просто-напросто я там не спрашивал а так вот дорога львов и на ивано-франковск который идет в карпаты туда куда мне нужно вот в таком идеальном скажу этом самом качестве смотрите нигде не тряхнет не в виде регистратор просто плывет и нигде никого пустые дороги замечательно впечатление с так что если будете ехать сюда можете поливать и не переживать за то что где-то попадетесь это просто действительно рай для автомобилистов настоящая автомобильная демократия как долго она правда продержится я не знаю но пока просто я в афиге по нашему говорю я просто в афиге и вот такие красивые виды красивейшие просто виды поля засеяны везде но здесь я смотрел особенно по волыни начале львовской области смотрел еще даже пшеница стоит я спрашивал а чего у вас они выкашена пшеница не говорят дождями залито зале дожди поливали поливали люди не могут влезть в поля не могут выкосить пшеницу не могут убрать ничего вот такие справа деревни таком нормальном довольно домики приличные вон дома хорошие строится богатые сборы культурно все но только когда я опять говорю что вот рядышком дом а возле дома может быть бурьяны не выкашены казалось бы чё там проще простого то есть такое состояние что мол за дорога мол не моя и все у нас нет у нас например возле дома везде там даже люди стараются убрать и красиво чтобы был мусора я такого большого не заметил вот видите дороги обочины чистые то есть не бутылок не никаких ничего в деревне не валяется нигде такого нету то есть прилично замечательно она общая частота конечно по сравнению с белоруссию значительно ниже что я проехал везде довольно туда назад еще 100 километров вот и все смотрите опять такая разметка интересно желтого цвета непривычная вот и замечательно замечательно пока все это смотрится выглядит как там дальше будет конечно не знаю а пока пока неплохо виды такие своеобразные я спрашиваю как вам тут живется людей спрашиваю да говорит нормально как там отношение к власти да говорит тоже чё терпимо все терпимо людей много продал ехал выезжает и едут на заработки европу самое интересное они-то зарабатывает и возвращается сюда строить вот что хорошо многие люди возвращаются и строят но строительство здесь идет полным ходом я потом попозже чуть-чуть обязательно покажу как идет в каких каких состояниях в каком состоянии вот дома в украине смотрите как здорово лента дороги по полям идет поля зеленые засажены засеяны и не дорога сказка самый настоящий я поливаю еще 120 километров в час уже было 120 валю и нигде ничего не колыхнется не шелохнется такая холмистая местность здесь где-то я приблизительно на половине дороги от львова до ивана франковска и свободная свободная трасса никакого большого движения нет вечер сколько там на регистратор 18 часов 16 минут такая умеренная погодка и них не жарко не холодно это градуса 25 на эти какая какая скорость по деревне нигде ни одного знака я не вижу чтобы было ограничение скорости как обычно деревне где-то там нас натыкает вот 40 километров стреляете чего тащиться по такой дороге 40 километров этому да в этом смысле еще раз говорю у них украины в украине намного все демократичнее свободнее намного все мне больше нравится ну что если бы я ехал по этим козьим тропам это считается дорога козьи тропа и ехал бы например у нас у нас было от иконы бы знаков 40 50 60 и все и за каждым углом где-нибудь там где 40 торчало бы камеру и ты пока до приехал бы обязательно нарушил потому что иначе не пролезешь где-то влетел тем более что у нас разница 10 километров превышен больше чем все ты уже вылетел те же письмо счастья прилетит я кстати тоже дома тут не заметил там где-то камера на 40 больше пролетел нарушил на километр часу ехал не 40 51 все получил письмо счастья пришло уже бы за этот год два штуки мне прилетел вот так незаметно вот такой степени эти камеры достает ядре на мать нафиг это нужно такие разумно надо ограничивает скорость все зачем тыкать 40 если дорога хорошей можно 50 60 я этому здесь здесь это все в радость и если было бы еще раз повторяю это у нас в беларуси то это кусок дороги по козьим тропами в два раза больше бы вверх у них два но раза в полтора это точно потому что я бы везде по населенным пунктам строго соблюдал бы скорость не больше там 60 таких пунктов было бы наверно очень мало вечно на тыркали бы какие-то ограничения 40 и 50 это сунулся бы как дурень вот на телеге надо даже даже в деревушках каких-то вон поселках там один за другим то есть только с выскочил с одной деревни вылетаешь сразу через километр другой и так всю дорогу посмотрите добавить нормальненькие заборчики там но есть там старенькие домика ну в общем замечательно выглядит украина западная так что скажу браво то что я вижу браво украина браво украинские пока дороги пока не знаю как но не браво обочины не браво обочины и где то какие то есть такие места что нет стояночек почему нет стоянок насколько пролетел как у нас везде где то есть стоянки здесь стоянок нет сразу предупреждаю всю дорогу я поливал я не видел ни одной стоянки мы спрашиваем так интересуемся чего же нет стоянок оказывается видимо какая-то продуманная так что если хочешь становиться пожалуйста сворачивай к отелю уж отели здесь на каждом каждой деревне бары стоят отельчики всякие усадьбы в каждой и в любом где захотелось где-то переночевать в любом месте раз и свернул какому-нибудь отелю и там стой все вот такие справа так что здесь стояна как у нас а где-то в лесу едешь там или где за деревней раз свернул и такие стоянки я не видел пока ни одной нигде то вся до самого ивана франковского может где-то прошлепал проглядел но пока не видел даже вот спустя делая ролик вот этот наблюдая озвучивая его то смотрю что мне просто напросто ничего не попадается на глаза чтобы я где-то видел стоянку и на обочине не станешь практически обочины нет сразу корчи стоят такие она очень маленькая узенькая в деревне до кое-где есть тротуары кое-где тротуару совершенно нет вот такая ситуация и мне нравится что завернули какой-то магазинчик там думаю что-то прикупиться да еще заметил нету рынков вот от ивана франковской никаких рыночков никто ничего на дороге не продает как у нас например есть мини рынки часто такие вот а я здесь ни одного не заметил мы хотели купить арбуз или персиков на фигушки я просто был удивлен ничего я не мог купить этого хотя и в вечер опять же у нас до самой ночи сидят где-то там люди какие-то частники торгуют и не проблема хотя то же самое на волынье я заметил в волынье тоже полным полно базарчиков разных придорожных там бабки сидят все нужно тут же купил любые фрукты любые овощи здесь я ничего этого не видел но может потому что поздно но может нет но и обратно я там тоже ехал я говорю озвучиваю после когда же домой приехал ролик я тоже этого не видел на именно на этом участке дороги так что смотрите если будете ехать например то желательно закупиться где-то заранее если вы хотите по дороге ехать вот где-то остановиться арбузиком закусить там персики какие потому что сейчас начало августа сама рай фурктовый рай садов правда здесь нет просто-напросто я не видел садов видимо здесь не садовые места много кукурузы много подсолнечника солнечника вот есть засеяно поля пшеницей ну вот земля видимо более-менее здесь хорошая такая я смотрел краснозем и какие-то глинистые сравнение с волыньи там вообще не ну просто дерьмо земля такая никакая поэтому там никаких урожаев нету там очень не перспективное сельское хозяйство потому там запущены земли в многих местах просто корче джунгли растут я людей спрашивал а чё они говорят ну никакой выгоди сплошной пролет земля пески какие-то такие непонятно что и полная ерунда а вот здесь уже дорога земля получше намного но это конечно не чернозем этот черноземами не пахнет какие-то красноземы вот такие глинистые ну ничего люди видите живот выращивает зато возле дома яблок полно всяких фруктовых там садиков а таких как у нас едешь по беларуси именно то там можешь и десятки сотни гектаров яблоневые сады там или какие-то голубичные голубику выращивать малинники разного здесь этого я не видел видимо направление вот садоводство и такого какой-то огородничество взять другое совершенно этот не буду говорить не знаю пока проедусь посмотрю потом назад еще буду больше озвучить что я видел а так вот смотрите поливая 80 100 у меня как стояча фух и ушел прямо в деревню вот вами демократия рай для автомобилистов самое интересное главное что движуха то вообще никакая а это козья тропа напоминаю там далеко там трубы чадят там я проезжал тесс у них какая-то сейчас потом не помню как называется этот городок старая старая при старая тесс теплоэлектростанции электричество вырабатывать на угле видим этот уголь где-то с червонограда скорее всего отсюда везут там и сжигают оборудование советское старое конечно не модернизированы и вот эти трубы чадят конкретно и назад ехал это просто смог сплошной на десятки на десятки километров тянутся сторону гор потому что где-то был восточный ветер северо-восточный прямо туда на горы вот такой тянется шлейф этих этого дыма я представляю каково здесь жить если не дай бог дождь пойдет и все это начинает осаждаться это на магазинов полно везде видите вот лужи какие вот здесь даже поливали всю дорогу магазинов полно всем чё на свете чё душа желает все можно купить много строительного материала и самое главное дешевое значительно дешевле чем у нас беларусь вот что вот такие городки какие-то не это не городок даже поселки потому что городков я по дороге и не видел но то я приближаюсь наверно где-то к ивана франковского нет еще до вина франковска далековато это потому что этот бурштин или как он назывался этот городок дети трубы коптят дымя ивана франковска там не знаю все кто-то знающий местных так они может поправить меня еще километров каких 50 не знаю вот 40 ну что вот трубы это ориентир это какой-то поселок то ли мо мелкий городишко может районный ну они таком блага более-менее благопристойным виде все можете самую туша разваленные зачуханные какие-то деревни брошенные кстати я местных спрашивал у вас есть такие как у нас брошенные деревни практически там никого нет англии нет у нас таких ничего в каждой деревне полным полно народу живут есть победнее но они все строят стараются игры а как же вы живете вот как вы зарабатываете в основном говорит да едут на запад польшу германии по италиям где только их нету и зарабатывают вот видите какая ровненькая как струнка нарисованная разметка поэтому тут ни до чего не доковыряешься не доколупаешься и эти трубы чадят на горизонте он как сколько времени еду они так здоровые там коптят в небо целые облака дыма сколько этого гадости тут видимо экология в этом смысле хромает раз вот она сбоку видите как трубы копчат здравейшие там сотка нет на драме и горы угля да я говорил там туч вот проводами все опутано здесь они вырабатывают электричество натопит куда-то куча проводов видео хотя несколько атомных электростанций же есть но еще и тест таки используют гирлянды с изоляторами а дорога замечательная даже здесь в тьму таракане наверно я не показывает там между деревья расстояние там где-то между деревнями когда идет километров 10-15 смысла нет по полям поликом стараюсь больше показывать это деревушке чтоб воочию увидели в каком состоянии дома а дома замечательные ведь довольно даже богатый так что все это бред что украина нищая самый настоящий бред который пишут там в ю тубе показывает вот бухтят особенно российской эти сми киселевские разные соловьевский этот соловьиный помет слушать невозможно киселевский тоже гонит на украину негодяя смысл-то гнать то смотрите вот я вам все показываю как живет украина ну да бурьяные шумят ученик сил наверное нету там или еще пока культуры вы косят придет время год два-три и здесь будет настоящая европа уже в замечательном виде я думаю но сравните эти городки украинские западноукраинские например солтаем или где-нибудь сибирью это небо и земля вот пожалуйста даже сравните с нашей беларусью они здесь живут лучше я вам скажу однозначно дома богаче чем у нас и плотность населения больше и здесь живут работяги самое настоящее то что людей спрашивал но как вы карпаты говорит да какие карпаты потому что я по украински с ними разговаривал я знаю хорошо украинский язык свободно спрашиваю чего вы сами карпаты то не едете как так что говорит нет времени нету просто напросто нету времени сгонять карпаты отдохнуть надо работать надо шевелиться крутиться крутиться и шевелиться здесь уже горочки такие пошли вот холмики бывает попадается повыше даже такие тягуны что на две полосы туда идет и при этом всю дорогу я вам показываю дорога вот в таком отличном состоянии просто шикарном состоянии и фуры ходят и грузовики ходят и не продавленная дорога когда ее сделали не знаю они не спрашивал не останавливался на дорога довольно свежая может годик может два не знаю как она давно сделано так непривычно вот этими тросами натянута кругом видел кое-какие столбы избитые где-то кто-то гонял на и на влупился в эти столбы не то что железные ограждения это еще какие-то старые такие вот ограждения с тросами остались по дорогам что тут лучше не влетать не дай бог где-то с обочины не слететь гоняют гоняет на надо все аккуратно особенно когда зима где-то скользко будет шахал мы довольно большие поворота много 5 секунд снесет с дороги слетишь ты моли что я на дальнобое сколько лет отработал я-то понимаю это дело вот видите везде опять какой-то сразу с дороги и отель усадьба такая они пишут отель усадебного типа я там остановлюсь кстати вот в отеле вот фура 80 90 поливает видите я как стоячие обгоняю потому что ну дорога шикарная она позволяет здесь гонять просто-напросто ну что все гоняют и и и и никому за это ничего не будет это наверное правильно а чего соляде с люди сам я отрегулирует вот это движение кто хочет разбиться или в мочиться нет конечно уже таких диких дураков отмороженных нет не знаю как то пьяные ездят по дорогам гурины не ездят просто не в курсах моя задача мой интерес показать вам кто смотрит этот мой ролик об украине вот в каком состоянии дома дороги и вообще украинская земля вот в таком состоянии замечательно мне нравится я доволен что в таком состоянии так что еще раз говорю весь этот бред который льет российские сми есть бред посмотрели бы не на свои дороги поделали вида центральные а вот такие козьи тропы как здесь нибудь там ехать невозможно евре на мать а еще бухтят поэтому в этом смысле я с пониманием отношу молодцы молодцы который раз говорю еще раз второй раз говорю браво украина что взялась за дороги по делу али я уж я не верил сначала мне там знакомый друг он говорит ехал говорит дороги в украине поделали везде если поешь на карпаты игры будешь поливать трублю да ну нафиг говори не верю не может быть аж в сколько ездил он правда давненько последний раз там же убитые дороги были ехать там не вам подвеску вынесешь чертой матери но горит да есть местами еще не успели поделать вот это на волыни на волынской области этому ехал участок назывался шацк от границы карашадск любом червоноград то там действительно не дорога а черти шо еще советских времен там она убитая в смерть я там ехал еле-еле попробую потом сделать думаю не хватит сил сделать ролик и покажу эту дорогу сравнение с этими я думаю все это пройдет время украина разбогатеет и позволит себе даже такие маленькие глухие дорожки перевести в порядок все будет нормально нормально она быстрее поднимется чем наша беларусь куда больше она уже тут лучше живет однозначно богаче живут что люди содержат вот работает крутится зарабатывает и плотность населения это важно очень большая здесь рабочих рук достаточно и самое главное что они хотят свой край свою землю вот возродить отношение однозначно у них коммунизму не коммунизму но к прошлому коммунистическом который было сильно искажен не сам же коммунистический строй виноват а именно то что его исказили испоганили вот довели до такого состояния вот они теперь радуются за то что вырвались наконец-то от этого и будут жить в свободной стране которые сами ее построят отношение отрегулирует и вот первые плоды пожалуйста вот этого этой свободы демократии здесь на лицо я рассказываю одновременно по регистратора там мой голос слышен потому что я здесь первый раз действительно чуть ли не школьником и сам еще по своему союзу до повторяю гонял по всему союз это было еще 77 году закончил школу и уехал был и в калуши здесь в украине был его ремча просто сел на поезд и все и попер никому ничь или учился сначала и сразу 17 лет мне было на гонял было время молодое такое конечно все изменилось я тут похоже уже обрезал немного ворвался уже его на франковск кто-то немножко покажу я не по центру ехал ивана франковска где-то по краям мы здесь заехали магазин тоже купили наконец-то арбузик потому что я не видел просто рынком ничего тем более время уже с пол восьмого вечера проехали по его на франковску где-то по краям в центре гурне был и не было задачи поехать в центре и познакомиться с городом областным городом ивана франковск какой он какой я думаю то кто кому надо будет интересно заглянет и его могут в ютубе ролика полным полно найти нормально коротко город все чего тут такого не скажешь что здесь какой-то срач бардак нормальный городок вот или город сколько здесь население тоже понимание не строится строится видите есть новостройки это я на окраине где-то еду дороги тоже гладенькие ровные никаких ям никаких нету ничего так что все тут говорить он справа какая новостройка что-то строит дом тот дома где-то и где я мы нету ям так чтобы прыгать где-то по колдов колдовином нормально все тротуар с правой стороны есть люди вон ходят про тротуару все будет отлично все будет нормально так что украина на радостях подыматься и она будет подыматься потихонечку вон где-то все-таки можно и словить вот есть по бокам дорога уже повыдавливали видимо фуры повыдавливать асфальт жарища была говорит этому тут надо немножко попетлять посмотри асфальт повыдавливаны и есть наши тяжелые грузовики ходят наверно к этой жаре и портят асфальт наверно такие там это все на окраине где-то какие-то какие-то промышленные наверно ста что-то гудели как самолет гудел не знаю где этом еду короче я здесь уже подписался под навигатор он меня ведет прямой дорогой чтобы не закручивать не заезжать этот в город центр все какими-то краем окраинами смотрите видишь кустики все подстрижены газончики есть более-менее для окраин благопристойный вид у города ничего не скажешь новостройки вот пожалуйста краны стоят не то что там скажешь что-то где-то не строится строится город строится город нормально нормально в виде какие новостроечки вот нервничать что останемся без арбуза ничего мы не остались без арбуза нашли арбузик все-таки купили потому что как так остаться без арбуза вот это уже заявлено франковск высыл какой этот поселочек маленький это не город не знаю идет по дороге даже я говорю мне этом ролике задача показать дома в каком виде в каком виде дороге здесь чуть-чуть похуже стали уже за его на франковском это уже участок от вот от ивана франковска до яремчи мне я хочу где-то перед яремчи чтоб не лезть на ночь в горы остановиться это тоже магазин приостановились еще закупились тут уже смотрю разметки нет хоть тоже кто-ли городок то ли поселок ну нормальный вид нормально видите аккуратные домики все дорога чуть похуже конечно не разбалеванные дома это отели кругом слева справа кругом по трассе по этой дороге отели хотя здесь дорог ведет в карпаты куча разных вот это или везде отель и слева отель тут же справа тут какое-то здание административное видимо старая советская состав все в отелях в этом городке может десятки десятки разного рода отеля и что интересно не дешевый очень даже дешевый я заехал в усадьбу такую мотельчик и цена она просто смешная номер сняли на ночь для особенно для сиян мне вышло и 300 гривен представляете все условия потом в ролике в следующем ролике затем покажу где остановился так что был кратенький там на пару минут этот ролик но я покажу где остановился здесь дороги уже похуже тоже где-то видите какие-то ямки здесь за городом бывает такие места но это по городкам то ли это город то ли поселок но скорее всего городок какой-то районный я не обратил на нее внимание не просто напросто еду доеду поэтому тупость немного нападает от того что смотрите в каком состоянии дома здесь современные красивые все в стекле вот таком состоянии здесь дома замечательно просто смотрится вот сейчас кстати я заехал на эту заезжаю два кума или три кума но и здесь я закончу пока свое повествование свой ролик на этом вот кусочек моего путешествия очередного 20-24 уже поздно темнеет на регистратор всего хорошего